Новые дома и машины. Современные супермаркеты, магазины модной одежды, еда с доставкой на дом. В 21 веке человечество потребляет больше энергии сырья, чем когда-либо за всю историю Земли. И производство продолжает стремительно расти. Но у современного культа потребления есть цена. Ученые уверены, развитие экономики приближает человечество к экологическому коллапсу. Один из главных загрязнителей окружающей среды во всем мире – отходы промышленности. Металлургические заводы, химическое производство, оборонная промышленность, предприятия по выпуску бытовой техники, пластмассы, бумаги, краски, бытовой химии десятилетиями загрязняют воду, воздух и почву. В процессе любого производства образуются техногенные отходы. Так устроено очень много технологических цепочек. И такие производства, как химия, без отходов практически не обходятся. Бывают отходы менее опасные, бывают отходы опасные. Вот эти отходы, они накапливаются. Многие годы лидерами по промышленному загрязнению на планете остаются США. На втором месте – Китай. Там за последние 20 лет объем отходов бытовых и промышленных увеличился в несколько раз. В первую десятку этого антирейтинга входит и Россия. По площади мусорные полигоны в нашей стране можно сравнить с парой Швейцарии. Плюс незаконные опасные свалки. Одна разбитая ртуть, содержащая лампа, отравляет 6 кубических метров воздуха. А если разбить 16 таких ламп на стадионе, концентрация вредных паров ртути достигнет предельных значений. Здесь, на несанкционированной свалке в Подмосковье, таких ламп более тысячи. Подобным образом недобросовестные утилизаторы сбрасывают опасные отходы по всей стране. И лежать они могут годами. Аккумуляторы, ртутные термометры, лампы, трансформаторы. Ежегодно в России образуется более 400 тысяч тонн отходов так называемого первого и второго класса. Например, автомобиль сделан из металла, который прошел обработку химикатами. Под капотом аккумулятор, который в дальнейшем должен быть переработан. В сельском хозяйстве широко применяются пестициды, а энергосберегающие лампы со временем становятся ртут-содержащими отходами. Сейчас в России перерабатывают лишь полтора-два процента всего объема таких отходов. В то время как, например, в Европе до 98% потенциально опасных веществ на свалки не попадают, а проходят процесс рециклинга, то есть возвращения в производство. К первому-второму классам относятся 444 вида отходов. Условно их можно разделить на три группы. Смеси неорганических солей, оксидов, гидроксидов, кислот. Ртут-содержащие отходы. Ртутные лампы, градусники, а также промышленные отходы, содержащие ртуть. Органические отходы. Стоки промпредприятий. Смешанные и комбинированные органические и неорганические отходы. Обычная батарейка способна отравлять природу в течение 30 лет. Сколько будет восстанавливаться окружающая среда после старого аккумулятора или разбитого термометра? На этот вопрос экологи пока не могут дать ответа. Скорее всего, сроки могут исчисляться столетиями. Что уж говорить о воздействии на воздух, почву и воду тонн промышленных отходов, которые сейчас в России недобросовестные утилизаторы сливают и сваливают где попало. Текущая ситуация в стране сформировалась таким образом, что сегодня организации, недобросовестные организации, собирают эти отходы, якобы для переработки перевозят на другое место. И дальше, фактически получив за это уже средства финансовые, они их либо закапывают, либо сливают, либо где-то оставляют на старых вам площадках. Это ртуль, содержащий отходы, это мышьяк, содержащий отходы неорганические, сын неорганические. Сейчас мы смотрим на отходы как на новую экономику. Отходов накоплено очень много. И отход, на самом деле, сейчас является новым сырьем. Из отходов производств мы разрабатываем технологии, чтобы сделать что-то новое, полезное, товарный продукт. Александр Мазжуга, пожалуй, самый известный сегодня в мире молодой химик из России. Входит в топ-100 Международного союза теоретической и прикладной химии. Ученые предупреждают. Свалки ртутных ламп, аккумуляторов и других отходов с годами могут критически сказаться на здоровье людей. Переработка жизненно необходима. Но для нее нужно создать все условия. Горный, в поселке Михайловский. Сегодня здесь заканчивают работы по ликвидации последствий уничтожения химического оружия. Очищают старые, готовят новые цеха. А через несколько лет будут обезвреживать, утилизировать и перерабатывать отходы первого и второго класса. Все по последнему слову техники. Будет ли такое производство безопасно? Какие именно отходы будут перерабатывать? И какие технологии при этом будут применять? У жителей региона сейчас много вопросов. Первый вопрос. Это, конечно же, касается нашей безопасности. Кто или какой орган будет отвечать за нашу безопасность и за безопасность здоровья вообще населения? В газете пишут одно. В интернете противоречит газетным объяснениям. По телевидению тоже что-то говорится, но не конкретно. Поэтому хотелось больше конкретики. Узнать, что именно будет перерабатываться, как это долго планируется и какие могут быть последствия. Какие отходы будут перерабатываться у нас? Вот это вопрос. Потому что информации об этом недостаточно. Сводится вопрос к батарейкам. Вопрос сводится к градусникам, к ртути. Сводится к аккумуляторам. И есть и другие вещества, которые относятся к этой группе. О них не говорится ничего. А там по каждому классу, наверное, 20, а то и 30 номинований. Чтобы ответить на вопросы жителей Саратовской области, обратимся к опыту Западной Европы. Здесь переработка отходов уже далеко не новость. К примеру, Нидерланды себя позиционируют как страна без свалок. Это один из мировых лидеров по переработке мусора. Все отходы здесь возвращают в производство или сжигают. А на месте мусорных полигонов теперь разбивают поля для гольфа. Это уже Австрия. Здесь сейчас перерабатывают более 90% мусора. Например, автомобили и бытовую технику разбирают на составные элементы, утилизируют и почти полностью используют снова. Одно из крупнейших предприятий по переработке в стране, завод «Заобермахер», находится в небольшом городке Трофаях, в живописных горах, в паре сотен километров от Вены. В год сюда поступает 125 тысяч тонн отходов. Органические и неорганические стоки, кислоты, щелочи. Все тщательно сортируют. Делят в зависимости от состава загрязнений и отправляют на разные линии переработки. В смеси органических солей и кислот проходит физико-химическое обезвреживание и утилизацию. А стоки, органику и смешанные отходы перерабатывают с помощью высоких температур. Мы получаем очищенную воду либо масло, содержащий концентрат, который можно использовать в промышленности. Еще мы стараемся выделить из осадка металла, который можно снова использовать в производстве. Технологии максимально безвредные для окружающей среды. За всеми показателями работы производства любой желающий может следить на специальном сайте в интернете. Такой же способ информирования планируется применять и на подобных заводах в России. Перенимать удачный европейский опыт намерены в целом ряде технологических решений. Все-таки в Австрии переработка отходов развивается уже не одно десятилетие. К примеру, никого из жителей не удивляет, что сточные воды промышленных предприятий термически обезвреживают на заводе совсем недалеко от центра Вены. Всего в нескольких километрах от знаменитых дворцов и соборов популярной туристической столицы. Вена – один из немногих городов Европы, где мусоросжигательные заводы стоят в центре города. Стратегическая цель правительства Австрии – добиться высоких показателей по технологии. Наша цель – ноль отходов. Это финальный этап переработки. Называется термическое обезвреживание отходов. Огромная печь длиною около 100 метров и высотой в 40 метров превращает уже отсортированные токсичные отходы в безопасные. Для этого их нагревают до температуры выше 1200 градусов по Цельсию. Получается так называемый инертный материал. Он нерастворим в воде. Его используют в строительстве для прокладки насыпных автотрасс или для рекультивации мусорных полигонов. При этом, благодаря современной системе фильтрации, вредные выбросы не загрязняют чистый альпийский воздух. Специалисты на заводе подчеркивают – отходы здесь не просто перерабатывают без вреда для окружающей среды, используя для промышленности, но и получают при этом свет и тепло. Одно предприятие обеспечивает отоплением и электроэнергией до 200 тысяч австрийцев. В России новая важная отрасль по переработке опасных отходов еще только создается. Но уже определены и нормативы. К примеру, несмотря на то, что оснащаться наши заводы будут таким же высокотехнологичным оборудованием, как в Европе, располагаться они будут все-таки не в центре населенных пунктов, а в 5, 10, а то и в 15 километрах от них. Это корпорация «Экополис» – высокотехнологичное производство по переработке электронного и электрического оборудования. Крупнейшее отраслевое предприятие в России и СНГ. Производительность – до 75 тысяч тонн в год. Здесь знают, как делать деньги из старых стиральных машинок и ноутбуков. У нас на предприятии установлена уникальная линия по утилизации холодильников. Прежде всего, из холодильника удаляется фреон. Как вы знаете, это один из основных опасных газов, которые угрожают нашему озоновому слою. Все эти компьютеры, принтеры, телевизоры и холодильники еще будут работать, но уже в новом качестве. Например, жидкокристаллические мониторы. Сначала их вручную разберут на разные составляющие, некоторые из которых отправят в измельчитель. На выходе получим пригодные для дальнейшей переработки пластики, черные и цветные металлы и отдельно ртуцодержащие элементы, которые будут накапливать, а затем передадут специализированным заводам. Именно так принято утилизировать бытовую технику в Японии и странах Европы. Теперь подобные современные предприятия есть и в нашей стране. Черные металлы, алюминий, нержавеющая сталь, пластик – это далеко не полный список ценного сырья, которое можно добыть из списанной техники. Но лицензий на утилизацию фреона или ртуцодержащих отходов у предприятия нет. Их обезвреживание сейчас, как правило, оказывается на совести небольших частных предприятий. Перед тем, как подавать сырье в линию переработки электронных компонентов, мы предварительно удаляем все составляющие, которые могут повредить либо окружающей среде, либо производству, либо нашему оборудованию. Например, из МФУ и принтеров мы удаляем ртутные лампы, мы удаляем обязательно картриджи, мы удаляем стекло или какие-то вредные компоненты. В дальнейшем передаем на предприятия, у которых есть лицензия, по переработке ртутных ламп и остальных ртуттосодержащих отходов. Каждый год в России отрабатывают свой срок более 20 миллионов свинцово-кислотных аккумуляторов. По классификации это отходы второго класса опасности. Они содержат электролит на основе серной кислоты и свинец. Попадая в окружающую среду, он образует политропные яды. Если серную кислоту разлить на землю, то в ближайших лет 10-15 там ничто не будет расти. Поэтому наше предприятие занимается утилизацией и переработкой серной кислоты в сульфат натрия. Цикл завода – полная утилизация батареи. Сделать из опасного старого аккумулятора полезный новый – вот одна из главных задач производства замкнутого цикла. Выгода двойная – экономия ресурсов плюс сохранение окружающей среды. Конечно, сам процесс переработки непростой, но все его этапы строго контролируются. Наше предприятие построено под последним современным технологиям. Для экологии получается абсолютно безопасно. Все газы, которые образуются при плавке свинца и переработке аккумуляторных батарей, проходят несколько степеней фильтрации. Нас ежемесячно проверяют замеры по воздуху. Это предприятие в Ленинградской области может перерабатывать 30 тысяч тонн аккумуляторов в год. Выбросы в окружающую среду введены в минимум. На выходе получают пластик, сульфат натрия, его используют в лакокрасочной продукции, свинец и сплавы на его основе. Сейчас в России четыре подобных завода с полным циклом утилизации аккумуляторных батарей. И они готовы принимать больше отходов ежегодно. Мощности позволяют. Как отследить судьбу сотен тысяч опасных отходов? Как сделать их переработку ответственной и прозрачной? Современную инфраструктуру для обращения с отходами первого-второго класса сейчас разрабатывают в рамках национального проекта «Экология». Все лицензированные российские компании в этой сфере планируются включить в федеральную схему. Частный бизнес останется. Но за переработку будет отвечать перед федеральным оператором по переработке отходов первого и второго класса. Им назначено предприятие «Росатома», «ВГУП», «Федеральный экологический оператор». При этом речи о радиоактивных отходах в проекте не идет. Это совершенно другая сфера. А вот опыт атомщиков в этом деле может серьезно помочь. Во-первых, есть необходимая производственная база у нас. Мы замкнули весь цикл работы с ядерными отходами. То есть есть опыт создания замкнутого цикла нейтрализации весьма и весьма опасных промышленных отходов. Второе, все-таки мы обладаем достаточно серьезным кадровым потенциалом. Сможем выстроить проект, такой стратегический проект, мощный, глобальный. Создание инфраструктуры – прежде всего разработка масштабной системы управления и контроля на всех этапах. От образования опасных отходов до их транспортировки и переработки. Все перемещения отходов 1-го и 2-го класса и места их утилизации пользователи смогут отследить на специальном портале в интернете. Все данные об отходах будут собираться в государственную информационную систему. Больше никаких незаконных свалок. Все отходы под контролем. Задача – создать современную инфраструктуру по переработке таких отходов. В конечном итоге результатом этой работы будет являться практически полная переработка таких отходов, возврат их в промышленность, для того, чтобы мы перешли на ресурсосберегающий замкнутый цикл производства. Перерабатывать промышленные отходы планируется на четырех уже построенных заводах. В Саратовской, Кировской, Курганской областях и в Республике Удмуртия. Больше 10 лет на этих предприятиях уничтожали химическое оружие. И с тех пор сохранилась вся развитая инфраструктура. Действует система мониторинга, есть подстанции для энергоснабжения, оборотная система водоснабжения, подъездные пути и противопожарная инфраструктура. Все это предполагается модернизировать, оснастить новым оборудованием, создав на уже существующей базе современные экотехнопарки. Необходимо в ближайшие годы переоборудовать четыре завода по нейтрализации химоружия, перевести их уже в новый промышленный цикл, перевести их на другую работу, загрузив одновременно и производственную программу, то есть обеспечив рабочие места, и создать, самое главное, систему ненакапливания, то есть постоянного уничтожения, утилизации тех промышленных отходов, самых тяжелых, самых критических, которые, естественно, наша промышленность генерирует в весьма больших объемах. Экотехнопарк «Михайловский» в Саратовской области станет одним из самых современных комплексов по переработке отходов не только в России, но и во всем мире. Отвечая на многочисленные вопросы жителей региона, принимать и перерабатывать на предприятии планируются ртутсодержащие отходы, сточные промышленные отходы, органические и неорганические отходы, а также смеси неорганических солей, оксидов, гидроксидов и кислот. В «Экотехнопарке» будет использовано сразу несколько современных технологических решений, и все они будут замкнуты в единый цикл производства, так что отходы от одних стадий станут сырьем для других, а это позволит полностью исключить их захоронение. Отходы на предприятии будут проделывать такой маршрут. При поступлении – строгий контроль, проверка всех накладных. Провести, например, ртутные лампы под видом жидких промышленных отходов не получится. Затем сортировка. Отходы будут максимально раскладывать на отдельные компоненты. В зависимости от содержимого, бочки и контейнеры будут направляться на одну из трех технологических линий. Производственные мощности по проекту распределены так. Чуть меньше половины, 46% поступающих отходов – жидкие стоки промпредприятий. Их ждет физико-химическая переработка. Это сложный и многоступенчатый процесс. Он основан на растворении, выщелачивании и кристаллизации перерабатываемых материалов. Конечная цель – извлечь ценные для промышленности компоненты и обезвредить оставшиеся отходы. На выходе получаются металлы, безопасные соли и вода. Опасные ртуть содержащие вещества, а таких, как запланировано в проекте, будет не больше 4% в год, в экотехнопарке будут проходить процесс демеркуризации. Их планируется измельчать, нагревать и улавливать все пары ртути. Для этого будет использована лучшая из имеющихся западных технологий. На выходе в оборот будут возвращаться ртуть, чистое стекло, металлы и пластик. Рассматривая, какие технологии можно использовать, мы, естественно, ориентировались на те отечественные российские разработки, которые уже имеются в промышленном исполнении. Те, которые можно пощупать, оценить, продемонстрировать их безопасность. По физико-химической переработке отходов, да, это переработка кислот, щелочей, отработанных гальвана, шлавов, отходов металлургических предприятий. Это наши отечественные разработки. За основу других технологий ртуть содержащих отходов термической переработки мы, конечно, ориентируемся на зарубежный опыт. К сожалению, в России таких компетенций в необходимом объеме нет. То, что вновь превратить в сырье уже невозможно, это также примерно половина всех поступающих отходов будет отправляться на термическую переработку или выпаривание. Такую печь мы уже видели в Австрии. В российских экотехнопарках температура переработки тоже составит 1200 градусов, что позволит исключить попадание воздухоопасных диоксинов, высокотоксичных органических соединений. Какие существуют технологии для того, чтобы даже если теоретический диоксин при высокой температуре получился, дальше не попал воздух? Это система очистки, это система дожига с адсорберами, которые улавливают все летучие компоненты, образующиеся в процессе сжигания. При этом это абсолютно новые современные технологии, которые позволяют дожечь всю органику, которая есть, и на выходе у вас будет сжигание любой органики ниже уровня ПДК на несколько порядков. При этом мы говорим не только о диоксинах, а в принципе об органике, которая может представлять опасность. Безопасность переработки отходов будет обеспечивать замкнутая система водооборота и многоступенчатая система очистки воздуха, что полностью исключит попадание вредных веществ в окружающую среду. И, конечно, экологический контроль по 149 показателям. Восемь степеней очистки на разных этапах производства. Современные системы промышленной и экологической безопасности в экотехнопарках уже созданы. Ключевой элемент – многоуровневая система наблюдений. Она будет контролировать буквально все. Состояние воздуха с помощью автоматических газоанализаторов на местах и в лабораториях. Объемы выбросов в атмосферу. Образующиеся отходы и регулярность их удаления с территории. Состояние воздуха, почвы, снега и воды на границе санитарной зоны и в населенных пунктах поблизости. Причем анализ на всех уровнях будет проходить параллельно и независимо друг от друга. А результаты будут направлять в Ростехнадзор, Росприроднадзор, Росгидромет и публиковать на общедоступных ресурсах. Бояться перепрофилирования завода в завод переработки отходов первого-второго класса опасности не стоит. Потому что 20 лет я проработал на химическом заводе и у нас не было даже маломальских аварий. Все это зависит, наверное, от того, каков будет проект. Контроль действительно предстоит строжайший. После разработки проект пройдет общественное обсуждение. Затем государственную и общественную экологические экспертизы. Уже сейчас в разгаре обсуждение возможных технических решений с местными жителями. Во время перепрофилирования и после запуска за работой заводов продолжат следить Ростехнадзор, Росприроднадзор, МЧС и Федеральное медико-биологическое агентство России. Наш университет разрабатывает такие технологии, у которых есть два основных момента. Первое – это безотходность. Мы не должны получать новые отходы. И продукт при этом должен быть товарным продуктом. Его можно будет реализовать. И второе – это экологичность. Мы не должны, конечно же, самое главное, при переработке отходов нарушать и вносить какой-то дополнительный вред в окружающую среду. Экономика замкнутого цикла – наше будущее. Сейчас не устают повторять ученые и инвесторы во всем мире. Пришло время беречь природные ресурсы. Кстати, именно Российский химико-технологический университет первым в стране задумался о переработке того, что принято считать мусором. Здесь создан факультет промышленной экологии, где разрабатывают новые технологии рециклинга. И здесь же планируют готовить кадры для будущих эко-технопарков. Новой отрасли будут нужны инженеры, технологи, экологи и химики. На нашей кафедре, вот я лично читаю курс лекции, называется «Экология ресурсов сближения электрохимических производств» с 1986 года, то есть достаточно давно. Но если взять историю Менделеевского университета, первая кафедра, которая занималась технологией рекуперации вторичных материалов промышленности, была создана в Менделеевском университете в 1974 году. То есть наши ученые, наши учителя уже в прошлом веке заинтересовались этой проблематикой. То есть учили своих студентов, своих аспирантов, будущих директоров предприятий, поэтому эта тематика нам не нова. Загрузить уже существующие предприятия по переработке, создать новые производства и прекратить, наконец, накапливать в стране опасные промышленные отходы. Вот главные цели федерального проекта. К тому же региональные экотехнопарки должны стать центром притяжения для высокотехнологичных предприятий. А это означает дополнительные рабочие места, поступление в местный бюджет, а значит и новые дороги, школы и поликлиники для жителей региона. Мы учли возможность привлечения сюда малого и среднего предпринимательства. Один простой пример. Мы получаем при уничтожении жидких отходов физико-химическим методом выход смеси солей, оксидов и гидрооксидов. Я приглашаю сюда инвесторов зайти и из этих смесей выделять особо чистые вещества, которые ценятся на рынке, как фармакологии, как химической промышленности, как электронной промышленности. Приходите, арендуйте площади, пользуйтесь инфраструктурой и создавайте новые рабочие места. Как работает современная цикличная экономика, жители России и в первую очередь тех регионов, где расположены экотехнопарки, должны, что называется, ощутить на себе уже в ближайшие годы. Больше никаких ртутных ламп и резервуаров с токсичными отходами на свалках. Вместо этого новые рабочие места на современных предприятиях и налоговые поступления в бюджет регионов. В создание новой отрасли в России планируется вложить свыше 36 миллиардов рублей. Больше половины этой суммы из внебюджетных источников. Средства вкладывает Росатом. Превратить первые партии промышленных отходов в полезное сырье федеральный оператор должен уже в 2023 году. Люди в своей бытовой жизни производят много мусора. И мы же не можем оставить его детям нашим, непереработанным в том виде, в котором он попадает на свалки. Просто под открытым небом на земле они будут со временем разлагаться, и все это пойдет в почву, это все пойдет в воздух, это все пойдет в воду. И дети наши, наши потомки, наши дети-внуки будут этим дышать. Сохранить и восстановить природу. Это, пожалуй, главная цель масштабного национального проекта «Экология». Точнее, она звучит как снижение вредного воздействия на окружающую среду. Но измеряется это, конечно, не количеством запущенных заводов или размерами освоенных бюджетов. А тем, насколько комфортно и безопасно людям будет жить в своих домах, растить детей, работать и отдыхать в своих городах или поселках. Именно это и должно измениться к лучшему уже в ближайшие годы.